Борис Левин остается за столом. Игра идет на 6 очков. Господин Левин, вы понимаете, какая минута у вас настала? Вы долго не играли. И сейчас вы либо, если ответите правильно, обойдете команду Александра Бялко, и ваша команда станет главным кандидатом на финал, покажите господина Левина мне, пожалуйста. Либо ваша команда проиграет, и неизвестно сколько лет мы с вами еще не увидимся. Мы начинаем решающий раунд. Тринадцатый сектор Да, господин Борщевский. Многолетняя традиция, почти 27-летняя традиция нашего клуба показывает, что у нас на решающем раунде тринадцатый сектор играть не должен. Господин Борщевский, я предлагал госпоже Голубевой, а, разложить вопросы, б, господин Борщевский, можно я закончу? Б. Команда могла остаться, играть такое количество вопросов, пока не сыграет тринадцатый сектор, потом попросить решающий раунд. Это все было в руках команды. Команда решила взять решающий раунд. Но ведь и в ваших руках есть немножко справедливости и гуманности, правда? Это правда. Давайте перекрутим, а? Давайте перекрутим. Волчок, как ты крутился неправильно, так как... Интернет против знатоков. В этом секторе будет играть один из тех вопросов, которые поступили к нам по интернету за время прямой трансляции. Господин Левин, волчок вам выбрал тринадцатый сектор. Судьба. Судьба. Сейчас компьютер выберет один вопрос. Всего поступило 3305 вопросов, а против вас играет программист из Южно-Сахалинска Вадим Аксенов. Господин Сусов, господин Борщевский. Я напоминаю вам, господа, что тринадцатый сектор заложен правилами. Если команда хочет обойти тринадцатый сектор, у нее существует масса способов, тем более при счете 5-1. Поэтому никаких возражений по поводу того, каким был вопрос, я принимать не буду. А сейчас, внимание, вопрос. Общество имеет три главные формы брака. В общем и целом, соответствующие трем главным стадиям развития человечества. Назовите эти три формы. Господин Борщевский. Тишина. Тишина в зале полная. Тишина. 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 — Прошу. Кто отвечает? — Кто отвечает? Видимо, Вадим Аксёнов. В общем-то, вопрос сформулирован так, что тут уже можно спорить очень долго. — А вам нужно отвечать? — Да, потому что, смотря что считать формой брака, просто я историк по профессии, и формой брака... — А вы историк по профессии? — Да. Формой брака, например, изучал Фридрих Энгельс в своем статье о браке в государстве, да? — И там он выделял больше, чем три формы брака, к примеру, говорю. — Но вы отвечать будете? — Да. Сначала был промискуитет вообще, то есть все жили со всеми. Потом был полигамный брак, когда у одного самца или самки было много партнеров. Потом был моногамный брак соответствующий буржуазии, буржуазному обществу. В общем-то, если это он имеет в виду, может быть, он имеет в виду, что в полигамном браке был матриархат, потом патриархат. — Может быть, он и это имеет в виду. — То есть вопрос примерно так же... — Тишина в зале. Я прошу, вы хотите, господин Леватенко, вы хотите, чтобы показали красную карточку вашей же команде? Странная логика. Итак, еще раз. Три по порядочку. Первый, второй, третий. Без лишних слов. — Был промескуитет. — Я не знаю, уважаемые телезрители, я не знаю ответа в тринадцатом секторе, поэтому я прошу господина Левина очень четко. — Если можно считать формы брака. Потом был полигамный брак, причем были разные стадии. Был матриархат, был патриархат. И был моногамный брак. То есть когда два партнера живут постоянно всю жизнь. — И это из работы Фридриха Энгельса. — Ну, в том числе тоже. — Итак, давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Дикости соответствует групповой брак, варварству парной, цивилизации, моногамии, дополняемая супружеской. Господин Левин. Господин Левин. — Груповой брак — это есть, но не стоит. — Тишина. — Господа знатоки, я прекрасно понимаю, ваш способ захлопать, там, история, Энгельс. — Нет, ну тут сейчас спор пойдет о терминах, господин ведущий. Потому что параллескуетет — это и есть групповой брак. А парный брак — это вид того самого полигамного брака. А моногамный брак — это вот то, что сейчас соответствует буржуазному обществу, цивилизации, когда идет... — Абсолютно. — По-моему... — Итак, ваш ответ принят. — Тишина в зале. — Господа, ну сколько можно об одном и том же? — Господин Левин. — Да. — Вот мне тут принесли записку редактора. — Да. — Что вы точно вычислили автора, то есть источник информации. Это Фридрих Энгельс. — Правильно, так это полигамный брак — это его термин. — И я думаю, что вы изучали историю не зря. Вам это пригодилось. По крайней мере, сегодня. 6-0. 6-0 в пользу статаков. Благодаря Борису Левину команда Валентины Голубевой обыгрывает телезрителей на решающем раунде и становится главным кандидатом на выход в финал летней серии «Что, где, когда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова